Возбуждать этот чистый смысл. А этот смысл вот здесь сидит. Этот чистый смысл, эта чистая цель, эта вожделенная цель Господа нашего Иисуса Христа, чтобы у Него появилось тело. Аминь. Тело. У Господа есть тело. Аминь и слава. Это церковь. Это братья. Это Его труженики. Хотя и сестры тоже, это тоже тело, церковь. Но братья это особая часть. Это те, которые могут говорить о кресте. Которые могут понести это чудное слово о кресте дальше в народы. Слава нашему Господу. И вот сегодня я хотел поделиться с вами, дорогие братья и сестры. Хотел поделиться темой именно о нашем драгоценном учении, которое Господь оставил нам. И как посланник Ефесянам всем известное место говорит, «Итак, станьте припоясавши чресла вашей истинною». О, это чудесная броня праведности, которую Господь нам подарил. Эти ризы. Они небесной чистоты, но это и это есть непробиваемая броня праведности. И вот сегодня я хотел говорить 15 стих 6 главы Ефесянам говорит, «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Обувши ноги в готовность. Вы знаете, вот это... У учения Христова очень много граней. Оно многогранное. И все грани нельзя охватить сразу. Но вот то одна, то другая грань высвечивается, становится ценным. И вот сегодня вот эта вот грань, вот этой готовности, вы знаете, она сегодня приобретает особое значение. Особенно в свете надвигающегося нового времени. Потому что вслед за вот этим вот благоденствием, за этой свободой, за этой вот такой вот свободой сегодня для проповеди Евангелия, наступает другое время, дорогие. Приходит другое время. Оно должно прийти. Я... Не почитайте меня за пророком. Что я как будто пророчествую. Так написано в Слове Божьем. Написано в Слове Божьем, что наступят времена тяжкие. Я не пророчествую не хочу сказать, когда они наступят. Вот скоро они наступят. Вот они уже наступают. Но, однако, Слово Божье говорит определенно, оно говорит абсолютно твердо, что наступят такие времена. Об этом и в этом смысле говорит Павел в данном случае в 6 главе. Наконец, братья, мы укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы, дабы, значит, все преодолевшее устоять в день злой. Потому что этот день злой, он обязательно грядет. Это испытание веры нашей обязательно будет. И вот именно вот в этом и заключается полное учение Иисуса Христа. Он предупредил учеников своих, он предупреждал. И когда они были с учителем своим, они когда не были на высоте своего, можно сказать, ученического блаженства, вы знаете, когда ученики при учителе своем, они ни в чем не имели нужды. Он даже их не бельмял поститься, как Иоанн своих учеников. И вы знаете, они много имели при нем такой чудной свободы. Они прям предвкушали, когда он проповедовал о царстве, они прям предвкушали вот это царствие. Они прям уже примеряли к себе это царствие. Вы знаете, это, да, и он им говорил, что вы блаженны, вы блаженны, они были блаженны. Но при всем этом он им порою остужал их блаженство, трезвил это блаженство. Он им говорил, видите эти камни, видите это здание, потому что они хвалились. У них была эйфория такая, вы понимаете, тут храм Господь. У них эйфория была, потому что они стояли на двух основаниях. На основании, во-первых, в ветхозаветном обетовании Царства Небесного. И вдруг пришел тот, кого они внутренне исповедовали. Ты Царь Израиля, ты Сын Божий, ты Царь Израиля, ты Мессия. Вы представляете? И они уже одной ногой примеривают уже, вот они ученики его, они становятся в этом, значит, положении преемником, учеников, царя, Мессии, который придет по обетованию пророков, отцов, придет и восстановит этот царство Израилю. И они уже думают, кто же из них будет первым, по левую, по правую. А он потихонечку у них видит, что они стоят на двух основаниях. И он у них потихонечку вот это основание выбирает, выбирает, говорит, видите эти камни? так вот, говорит, не останется камня на камне. Он потихонечку их готовит к тому, что сыну человеческому принадлежит быть, значит, отверженному, преданному, язычником, вот, поруганному, вот, значит, распитому, в третий день, значит, убитому, но в третий день воскресный. Вы знаете, что-то такое неудобовразумительное влагает он в их головы. Вы понимаете, но он это делает методично, он делает это постоянно, и мы видим, когда мы сегодня невозможность умеем читать учения, мы видим, что это, он их готовил к этому. Он говорил даже о таких вещах, но только о себе, что его могут убить, вот его убьют, он на день воскресит, он даже им говорил о них, что наступит время, когда ваше имя пронесут, как бесчестные взаимомые, что изгонит вас и синагог, что всякий, даже убивающий вас, будет думать, что тем служит Богу. Он их готовил к этому гонению. Он понимал, что это будет самое узкое место, это будет самое узкое место, это будет самый день злой. И поэтому он как настоящий учитель, как настоящий вождь спасения. Он это делал перед ними, на модели, как на себе, показывал. Они могли, многие видели не только славу его, как единодородного от отца, но они имели такое блаженство видеть его в страданиях, в борьбе, видеть их в Голговском его страдании. Они могли видеть его в агонии предсмертной, они это все видели. Но он это делал показанным, потому что он так говорил, не бойтесь убивающего тела, но бойтесь того, кто по убиению тела душу может погубить в гений. Он их готовил к этому месту, и он однажды, даже когда уже хотел показать славу свою, славу уже грядущего царства, он их пригласил, пригласил их на гору отдельно, троих, и перед ними преобразился. Но и в этот момент в чувстве предвкушения славы явившийся Моисей и Илья говорили об исходе его, потому что исход из этого мира это самое узкое место. И если мы только не будем говорить об этом, мы не дадим народу полного Евангелия. Вы посмотрите премудрость Божия послав апостола Павла, смотрите, он проповедь свою сузил до очень короткой, очень узкой тематики. Моя говорит, проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости. Моя проповедь была о кресте. Его проповедь была о кресте. И вот эта проповедь, эта проповедь сужена до такой темы, проповедь о кресте дала такое сильнейшее генетическое наследие. Вы знаете, сегодня есть много евангелий, которые привлекают, привлекают мир не проповедью о унижении креста, о позоре креста, о низости унижения этого, такого глубокого унижения, смирил себя и даже до смерти и смерти крестной. Потому что даже перед тем, как смерть он вкусил, он пережил весь ужас этого отвержения, унижения и злостного оскорбления. Это ужасы, это ужасы. Сама смерть, вы знаете, смерть это не такая страшна, а вот именно вот это унижение, вот этот позор, отвержение, вот это всенародное, презрительное вот это такое, вы знаете, и он как учитель, он их учил на себе. Он учил на себе. Это их так потрясло. Это их так потрясло. Вы знаете, что потом потребовалось излияние Дня Пятидесятницы, чтобы их реанимировать от этого шока. Но когда он их все-таки восстановил, они тогда осознали, они тогда осознали, что проповедь о кресте, проповедь о унижении, проповедь о страдании, проповедь это самое есть, самое есть великое основание для спасения. И они не избрали, после Дня Пятидесятницы не избрали никакой другой темы. Никакой другой проповеди они написаны. И апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, которое следовало за смертью Иисуса Христа. Поэтому великая основа проповеди Первой Церкви именно в самый момент ее молодости, в момент, когда она получила самую большую силу, это была смерть Господа Иисуса Христа и следующее за Ним воскресение. Вот смотрите, дорогие, вот от такой проповеди, от таких, от такого генетического набора Евангелия родилась сильная Церковь, распространившаяся по всему миру. Сегодня мы можем встретить, сегодня можем встретить, что привлекают много тысяч людей, привлекают Евангелия преуспеваемость, Евангелия Христа Спасителя от бед. Но ведь Он на самом-то деле не был Спасителем от бед. Вы понимаете, сегодня начинает проповедовать Евангелие чудес и выставляет Иисуса, как великого чудотворца и говорят, Он все еще творит чудеса. как будто это главная тема. Но многие сегодня исследователи Библии, которые исследуют Евангелие, они говорят, что от такой проповеди рождается ущербное поколение, которое не способно пережить гонение. сегодня вы знаете, один очень известный проповедник говорит, что американские сегодня церкви, которые не несут в себе именно вот этих генов гонимой церкви, они сегодня не имеют будущности. поэтому сегодня мы как никогда обращаясь к Евангелию вчитываемся, всматриваемся в то глубокое наследие, которое оставило нам это первая церковь, которое оставил нам апостол Павел, говоря именно здесь о том, что нам надо готовиться к этому узкому месту дню злому. Если мы будем говорить об этом, если мы будем верить, что этот день придет, мы должны понимать, что за этим днем стоит обетованный день славы Божьей. Вы понимаете, если мы сегодня начнем обращаться к местам Священного Писания, то мы вот возьмем только давайте откроем Псалом 117. Псалом 117. Вы посмотрите, какое чудесное. Вообще в Псалтире много имеем откровений, пророческих откровений о Сыне Божьем. Эти места, которые говорят о Ему страданиях, значит, мы наизусть знаем. Но вы знаете, есть в том же Псалтире очень много мест о явлении славы Его. Сегодня пришло время Церкви Христовой начать осваивать это наследие, эти обетования усваивать, готовиться к этому, к явлению славы Божьей. Потому что написано, что велика слава Царя в спасении Его. если мы сегодня как Церковь Христова сегодня поставив свою ногу в стремя Евангелия, став Церковью, и главная наша тема не только проповеди, но и жизни это спасение, то мы должны понимать, дорогие, что спасение в том плане, как это задумал Бог, Он не поместил это на наши плечи. На наши плечи Он помещает только то, что Он Сам пережил во плоти, что Он нам показывает в себе, как написано, что смирил себя даже до смерти и смерти креста. Но это не есть само спасение. Спасение последовало за смертью. Последовало тогда, когда Он уже ничего не мог сделать. Все. Все, что Иисус сделал, Он смирил себя, оставаясь верным. А спасение потом последовало, когда заговорил Отец. И вот когда заговорил Отец, а это было явление славы Божьей, Он воскрешает Его из мертвых. И когда Иисус имел Свою ученикам, Своему сказал, подойдите ко Мне, вложите в эти раны писты свои, вот то, что Я Вам говорил, вот это спасение. И если сегодня говорить о спасении, мы должны точно понимать Божий план спасения. Потому что если мы будем его понимать, как мы, нам покажется правильным или разумным, вы знаете, мы можем сделать очень роковую ошибку, мы можем и спасение перенести на свои плечи. Но это очень шаткая, очень уязвимая вера. Вы посмотрите, как в псалме, который мы открыли 117-м, говорит, я прочитаю этот раздел, вот врата Господа, праведные войну. Славлю Тебя, что Ты направила тут немного и здесь немного, и мы начинаем понимать, что, о, как это сложно, это Евангелие, его надо исполнить, это Евангелие, только исполняющий будет иметь спасение. Вы знаете, мы начинаем очень сгибаться под бременем закона дел. Но когда мы ощущаем это бремя ответственности, которое лежит на нас, что мы должны делать, мы всегда чувствуем и замечаем, что тогда куда-то слава Божия куда-то улетучивается, она куда-то испаряется, она из наших глаз, из поля зрения уходит. Вы знаете, дорогие, это естественно. Смотрите, что Псалма 9 здесь говорит, что славлю тебя, ибо ты услышал меня и соделался моим спасением. камень, который отвергли строители, соделался головою угла. Приготовим Богу путь для рельсы приготовим для его действия. Вы знаете, когда многие исследователи исследуют истории великих пробуждений, они исследуют не только как началось пробуждение, что содействовало, какая была приятная обстановка содействовала пробуждению, но они также исследуют, почему это пробуждение угасало. Угасало. Вот книжка есть очень интересно об уэльском пробуждении, «Мир в огне», сейчас она уже издана в Москве ходит, многие читают сейчас, там очень сделан очень подробный анализ уэльского пробуждения. Оказывается, уэльское пробуждение с Азуса стрит, они переписывались, Эван Рогер содействовал Сеймуру, они там друг на друга влияли, это было одно пробуждение, это было пробуждение в начале века, это было молодое пробуждение, как только Дух Святой излился, начал изливаться, это пробуждение охватило весь мир, все газеты мировые на передовых страницах в это время писали о великом о эльском пробуждении. Но, что интересно, что исследователи анализируют, почему это пробуждение угасло. Вдруг, как оно началось, вспыхнуло, так оно и остановилось. Оно просто угасло. Хотя огонь и следы до сих пор чувствуются, и мир это влияние полный. Дорогие, оказывается, у этого пробуждения не были подготовлены рельсы, то есть пробудившись весь Уэльс, пробудившись, и Англия там пробудилась, они не знали дальше, а что дальше делать. И вот пробужденные они дальше не знали, что делать. Не было подготовлено ни пастыры, не было подготовлено ни ясность дальнейшего дальше пути. Вот они спасенные, вот они пробужденные, а что дальше делать? И потихонечку энтузиазм этот стал угасать, 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 угасать. Дорогие, мы сегодня, мы должны сегодня ясно знать и понимать, что сегодня приближается уже кончина века, что сегодня нам не грозит это угасание, потому что время от перехода к Господу, но время это будет самое тяжкое, испытание народа будет очень трудным, поэтому сегодня как никогда как никогда мы сегодня обращаемся к этому предупреждению Павла о всеоружии Божьем, и вот мы сегодня касаемся некоторых этих мест. я хотел бы чуть-чуть продолжить смотрите этот салон. Камень, который отвергли строители, садился главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Этот день сотворил Господь. Смотрите, здесь говорится о камне, понятно, что это говорится о Христе, это место цитировал сам Христос, он прямо говорил, что это он есть камень, тот камень краеугольный, который если кто-то чуть пренебрежет или отодвинет, он сделает величайшую ошибку как строитель. И наоборот, если тот, кто уразумеет и оценит этот камень, что он есть камень краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, и поставит его в огну своего спасения, тот окажется мудрый человек. И вот мы видим, что во время пробуждения великих проповедь также сужалась, тематика проповеди. Она сужалась до опять до темы Креста Господа и его славы, спасения. И вы знаете, настолько вот это явление, как написано, Павел говорил, что проповедь о Кресте для погибающих и родства есть, а для нас сила Божия. И вот вы знаете, когда эта проповедь сужалась до Креста, его любви, которая привела его на Крест, вы знаете, настолько Духу Святому было угодно эта тема, настолько концентрация была Духа Святого в этом направлении, что тогда чувство греховности, не говоря уже о мире, чувство греховности у Церкви, вы знаете, усиливалось, что великое такое обновление, великому было угодно эта тема, настолько концентрация была Духа Святого в этом направлении, что тогда чувство греховности, не говоря уже о мире, чувство греховности у Церкви, вы знаете, настолько усиливалось, что великое такое обновление, великое покаяние происходило в самой Церкви. И на самом деле вот эта проповедь о Кресте, оно давало вот это действие Духа Святого. Смотрите, но здесь говорится еще однее, день, еще говорится однее, однее. Вот в этом есть одно из величайших обетований, которые мы сегодня имеем. Но это день, о котором мы читаем 2 Фессалоникийцам 1 10. Это очень важное обетование. Мы его начинаем проповедовать, мы его начинаем распечатывать. Это является обетование наше, обетование дня силы, о котором мы сердце своем носим, но мы должны это носить в соответствии с точным Словом Божьим, с точным Словом обетования. И здесь я читаю 2 Фессалоникийцам 1 глава 10 стих. Когда он придет прославиться во святых своих, явиться дивным в день тот во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Это обетование вот этого дня онного, когда он придет прославиться в святых своих. Значит, оказывается, не святые своей святостью спасены будут, а все-таки конечное, конечное вот это явление славы будет в пришествии его, но пришествии он не для всего мира, а прийти к святым своим, чтобы прославиться в них в день онный. Значит, это будет череда дней, дни еще не прекратятся. Это еще не будет конец света, это не будет в вечности. Это будет посреди дней, в череде дней, это будет в цепи дней, это будет один из дней. Значит, для одних это будет осуждением в неверовавших, в неверных, те, которые любят мир, а в верных, которые верны будут, даже до смерти, написано, верны, которые предпочтут его одного, всему, что мир может давать. А мир сегодня, смотрите, как мир сегодня, какой уровень жизни создала цивилизация, какую сегодня преуспеваемость развернул, какие сегодня, это, вы знаете, все оружие, можно сказать, сегодня, дьявола. Они такие прекрасные, красивые, блестящие, удобные, ему слово prosperity, по-английски, или преуспеваемость. Вы знаете, как это, когда общество, мир богатый, страна богата, когда он создает уровень жизни, когда он все устрояет, упрощает, все это, вы знаете, особенно в странах развитых, особенно. Вы представляете, кто был в Америке, он знает, что там многие вещи просто носят название божественное. Говорят, медицина достигла божественных уровней. Она обладает самыми величайшими научными достижениями, на самом высоком техническом уровне исполнения, диагностики, там и так далее. Ну, делают чудеса, прям, только нужны деньги. Потому что эти операции, которые могут прямо соперничать с божественными чудесами, они стоят большие деньги, потому что там привлечены самые большие люди, большие специальности, и все это, все это обставлено. Телефон, это одна из великих преимуществ. Факс, телевидение, связь, сотовый, через спутник, это вообще, это вообще, это, набрал только через три минуты тебе полиция, тебе тут, скорая помощь, пожарники, все тут вокруг тебя, через три минуты прямо тебя окружили, тебе многие вещи там, это все мир, сегодня это все расстилает вокруг тебя, этот уровень. А Бог силен спасать бедных. Но Бог почему-то дал обетование, что сильный Бог спасать бедных. Он сказал, не бедных ли мира всего, ты избрал быть богатыми верою. Оказывается, оказывается, чтобы человеку иметь эту веру спасающую, оказывается, Богу предусмотрел, а богатым, тем, которые хотят жить на уровне этого преуспеваемости, которые сегодня хотят жить на уровне этого мира, Он сказал многими словами, Он сказал, трудно войти в Царство Небесное, потому что сегодня с верой прямо начинает соперничать. Очень многие вещи созданы в этом 20 веке с верой. Они начинают усыплять веру, бдительность усыплять христианскую. Просто людям удобнее иметь счет в банке, просто удобно пользоваться вещами, которые автоматически работают. Вот имей счет в банке, у тебя будут автоматически работать многие чудеса, просто в хорошей, обустроенной стране. И вера потихонечку, понимаете, а вера это непредсказуемое. То сработает, то не сработает. Оно зависит от доброй совести, еще от чего-то. Оно зависит еще от Бога. Понимаете, вот вера есть, я, говорит, веровал, потому говорил, но тем не менее не исцелился и так далее. Смотрите, смотрите, как сегодня мы должны держать учение неповрежденное, как мы сегодня должны учение держать полное и сохранять себя. и вот смотрите, вот этот день злой, который грядет, он, естественно, окружит человека, он, естественно, стеснит человека, и человек будет в осаде какое-то время. Но премудрость говорит, убирай земле имущество твое, имеющее сидеть в осаде. Поэтому сегодня давайте вас благодарим, Господа, что в нашей стране сегодня нет этого искушения. В нашей стране сегодня эти обстоятельства, может быть, которые вот сейчас многих томят и так далее, они содействуют нам к умножению веры. Значит, если сегодня нашу страну постигла экономическая, можно сказать, разруха, и о которой еще говорят ученые, что еще больше, еще мы не дошли до кризиса самой нижней берегеи, не дошли еще, еще должна, еще, еще мы до летим, все еще, еще падаем, да? Значит, если это по Божьему плану совершается, значит, это все к нам ко благу на самом деле. И это все содействует как раз к тому, чтобы нам время взыскать Господа, взыскать Его верой, пока эти обстоятельства нам сопутствуют. Дорогие, мы сегодня, сегодня говорим о нашем Господе. Смотрите, мы говорим сегодня о том, что Он соделался нашим спасением. Особенно Он сделается в день Омный, в день Омный, но перед этим Днем Омным, естественно, день злой захочет обокрасть нас, сразиться с нами, чтобы мы не устояли, чтобы не устояли в праведности, чтобы не устояли в спасении, чтобы не устояли против козни раскаленных стрел дьявола, чтобы потеряли любовь, чтобы мы завязли во вражде, чтобы мы, ну, все, что делал дьявол с Иисусом, он хотел вырвать его из контекста Царства Небесного. Он хотел его похвалиться, чтобы, что он тоже пойдет тем же путем. Он его хотел поссорить с Отцом Небесным, он ему так создал ситуацию, чтобы в тот момент, когда он сказал, для чего ты оставил меня, чтобы вот достичь этого конфликта, чтобы у него, чтобы он об отце не плохо подумал. Но в этом и был как раз, в этом и силен был наш Господь Иисус. Он оказался верным. Его укрепляли, к этому моменту оговорили об этом исходе. Сегодня, сегодня, дорогие, когда мы говорим о полном Евангелии, мы должны говорить о гонениях. Если мы не готовимся к гонениям, мы не готовимся к пробуждению. Вы представьте себе, если в день Пятидесятницы они не были бы приготовлены к гонению. Если в день Пятидесятницы они не были Иисусом сами приготовлены, в сердцах бы этого не имели. Вы представьте себя, и пережив такое чудесное благословение в день Пятидесятницы, и когда началось гонение, они просто ушли бы в подполье. Они бы куда-то себя сохранили бы, чтобы сказать, мы просто сохраним себя, уже скоро в ее пришествии и так далее. Мир бы никогда не получил Евангелие. Согласны с этим, да? Вы посмотрите, потому что они были припоясаны, и вот апостол Павел говорит обувшим ноги в готовность. Давайте мы развернем эту фразу. Что такое обувшим ноги в готовность? Благовестовать мир. А вот в Иерусалимской церкви нам это хорошо разворачивается. Значит, после той проповеди чудесной, которой они наполнили Иерусалим. Наполни этой проповедью. Там все было, уже фарисеи, те власть имущие, придержащие власть, они больше не могли их терпеть дальше. Говорит, дальше невозможно уже. Если только дальше так оставить, все пойдут за ними. Естественно, как это было с Господом, так и началось с Его учениками церкви. И написано, и воздвиглось великое гонение. Вы посмотрите, если мы желаем этого пробуждения, мы должны припоясать, то есть, обуть ноги в готовность благовествовать имя. Потому что, смотрите, как именно это послужило, значит, проповедь о Христе послужила чудесному явлению славы, слава послужила причиной вот этому гонению. А готовность гонения, то есть, оставить насиженные дома, оставить свою жизнь, в которой, может быть, она была преуспеваем, многие имели участки, земли и так далее. Они готовились к этому, они продавали свои участки, они освобождались от того, что их связывало бы, обременяло, вы знаете, они просто были обулим, готовность. И когда великое гонение началось, они написаны рассеялись. Ну, представьте себе, рассеется, если у тебя остается земля именная, имение там и прочее, прочее, вдруг ты, значит, рассеиваешься. Смотрите, это естественно, Лоту было трудно рассеяться. Вы знаете, ему пришлось Лоту взять за руки, чтобы его рассеивать, вы понимаете? Но пришлось говорить, не оборачивайся, но смотрите, жена, это половина Лота обернулась, она не могла даже рассеяться, потому что Лот не приготовил свою семью, не приготовил, не обул ноги в готовность, вы знаете, рассеяться или благовествовать. И вот его ведут, он бедный в агонии, агонии, он представляет, что он оставил там в Содоме, у него там остались дочи, остались там родственники. Вы представляете, жена у него только что осталась, вы представляете, это агония, агония у него. Он готов благовествовать, но он забыл Евангелие. ему говорят, вот сюда идем, он говорит, нет, я сюда хочу. Вы представляете, он говорит о состоянии, он потерялся, но вы представляете, трудно, говорит, спастись. Человеку, если у него все мысли в земле, в земном, в преуспеваемости и так далее, он не хочет смириться с бедностью, то есть с тем, что Бог дает, как написано, имея пропитание, то есть, что Бог дает, имея пропитание, будьте довольны тем. Вы знаете, очень многие, многих нас искушает жить не так, но не хуже других, и мы начинаем очень много энергии, начинаем влагать на то, чтобы, а это за счет того, что оставляем мы, оставляем невозделанное поле нашей души, не засеянное отборным семенем, неудобренные, не политые, мы оставляем его бесплодным, вот какой ценой нам сегодня удается тянуться за миром, бежать в одну ногу с ним, в одной упряжке вставать и тянуть эту колесницу, вы представляете? Но Бог сегодня говорит к нашему сердцу, Он показывает сегодня Лота и показывает Филиппа, Филиппа, когда выгнали, вот смотрите, он нисколько не потерял благодати, наоборот, у него, у него, она стала умножаться, а Филиппе было известно, что он творил чудеса в Иерусалиме, но какие он стал творить во время гонений, это превзошло, так что привлекло внимание и апостолы, и, значит, дейописатели пишут об этих чудесах, ангел Господень просто брал его и переставлял его, он действовал, и просто нет места тут описать все чудеса, которые совершал он, хотя у него были и дочери, у него была семья, но он был обут в готовность, он был приготовлен, а это значит, в день злой он устоял, у него был шлем спасение, шлем спасение это, это есть учение о спасении, в котором нету ни одной дырки, ни одного щели, ни одного свободного места, куда могла бы тебя поразить стрела, шлем спасение это есть ничто иное, как правильно понимаемое учение о спасении, Если мы правильно его поняли и правильно его учим народу, у народу мы одеваем шлем на голову. И при любых обстоятельствах, какие только не постигнут человека, он никогда не пропустит ни одной стрелы, что он не спасен. Или он терпит бедствие. Спасение это, если мы спасение переносим все более и более в своем сердце, потом в проповедях наших и строим это в народе, здание веры строим на этом краеугольном камне, не на делах, которые должен народ делать, а именно делаем на то, что на этом краеугольном камне. Апостол Павел просто усилиями принуждает нас понимать именно так, что не от дел. Потому что если от дел, то очень легко хвалиться. Но человек становится сразу уязвимым. Уязвимым особенно в день злой. Когда человека подвергают опасности, когда человека начинают переливать из сосуда в сосуд, выгорять из области в область, когда человека лишают семьей и так далее. В этот момент проверяется чистота принятого учения. Чистота его генетического набора. Если человек правильно принял Евангелие, он будет стоять во всех обстоятельствах. Он будет стоять точно так, как это переносили апостолы. А задача в том, чтобы когда начнется гонение, нам не потерять благодать. Хотя все говорят, психологи говорят, и многие люди разумные говорят, что искать Господа труднее во время гонения. Гонение не для того, чтобы искать Господа. Обычно Бог посещает народ верный свой перед гонением. Пробуждения всегда, посмотрите исторически, всегда были перед великими катастрофами. В Армении перед тем, как вылезти Бог за много лет, излил там такое пробуждение, и открыл свое откровение о выводе. И те, которые веровали, они имели время приготовиться и выйти, не спеша, не торопливо. Если Бог готовил это, первую мировую войну, то он дал великое пробуждение, Уэльское, это четвертый, пятый год. Это было великое пробуждение перед Первой мировой войной. Во всем мире это было великое пробуждение. Вы знаете, если Бог готовил, если Вторая мировая война, была тоже великое пробуждение. Вы понимаете, Бог готовит перед великими испытаниями, дает благодать, чтобы народ... И помните, Илье было сказано, ешь и пей, ибо тебе дальняя дорога. Вы знаете, Бога надо искать во время благоприятное. Когда наступает испытание, тогда мы должны пользоваться тем, что мы имеем. У нас уже должен тогда шлем быть на голове спасение. Горе есть, и начнется спасение, испытание, начнутся сильные атаки, тебя стрелы начинают поражать, и ты начнешь тогда только искать шлем спасения. Это уже поздно будет. Ахафа именно умер от того, что у него были доспехи. Правда, они были спрятаны под верхней простой одеждой. Он замаскровался в простолюдинах. Он выстроил друга своего, царя Израильского, в царских одеждах. Это был хитрый, коварный ход. Скажет, вот этот царь, на него будет вся атака, а я буду, значит, вы понимаете. Но Божье провидение, даже скрозь одежду, нашло щель в его, в его доспехах. И он был ранен. Может быть, незначительно, но ему пришлось стоять на колеслице весь день. Кровь текла, и он потерял кровь. И в конце дня умер. Вы знаете, нам нужно обликаться броню праведности, шлем спасения, щит веры, в готовность ноги, когда время благоприятное. И это начинается с Библии в руках. Это начинается в наших классных комнатах. Это начинается в наших разборах слова. Это начинается тогда, когда мы проповедуем. Вы должны это понимать и об этом говорить. Сегодня Дух Божий с нами, чтобы готовить, приготовить сегодня народ свой. И вот смотрите, если мы будем строить наше спасение на Господе Иисусе Христе, тогда мы будем разбирать, что, оказывается, спасение Он нам дал, независимо от нас. Хотя мы, получив возрождение и получив новую природу, мы уже не можем творить прежние дела. Мы просто нам, новая природа, свойственны новые дела. И если мы вдруг над собой замечаем, что мы уже не делаем, что мы раньше делали, а делаем уже то, что делаем теперь новое, то мы, Слово Божие нас успокаивает и говорит, чтобы никто из вас не хвалился, это не от вас. Это есть Божий дар. Сегодня, когда Бог говорит нам о явлении славы в спасении, Он говорит, что у этой славы есть и дела будут свои. Но только они будут называться не наши, и слава не нам будет. Это будет от того треугольного камня. И эта слава будет Ему принадлежать. Мы только будем в этой славе спасаться. Чтобы не было нам вообще места, чем хвалиться. Вот нам нужно, как братья, прочитать Евангелие сегодня Нового Завета, и как нам нужно народ учить, как нам нужно самим стоять. У нас должен быть сегодня одет шлем спасения. Мы должны это четко проповедовать народу и сами понимать, что такое великая слава в спасении Его. Но только окончательное спасение, Он говорит, ждите меня. Как Саулу было трудно ждать. Саулу было легко ждать первый день, второй день, третий день. Но когда уже филистимляне уже стали строить свои полки, уже стали делать вид, что они уже выступают, и когда от этого вида уже народ побежал от Саула, последний день было невозможно стоять. Вы знаете, по разуму невозможно. Полки уже выстроены, они уже готовы выступать. Вот почему они не идут, не двигаются, это просто никто не знал. Они уже стоят, уже все выступают. А Саул не построил свои... Он ничего не построил, он ждал Самуила. Самуил сказал, меня жди. Не делай никаких маршев, не строй никакие там гарнизоны, не принимай ничего, меня жди. И Саул ждал шесть дней. Но в седьмой день было ему трудно ждать. Вот этот седьмой день для Саула оказался самым узким местом. Самым узким местом. Внутри там страхи. У него там не было основания. У него не было краеугольного камня. Слова, которые сказал ему Самуил, он потом говорит, твой Бог. Твоему Богу я это, понимаете? Это не был его Бог. И слова, которые шли через Самуила, это не были его основания. Вы понимаете? Для нас много примеров в Библии, которые в Библии нам дает сегодня. Вспоминаем мы эту картину. Тоже яркий пример, когда народ израильский, сильный могой, под рукой, высокой, был выведен из Египта. Вы помните, да? И когда в начале вышли, фараон опять ожесточил сердце, взял триста отборных колесниц, свою колесницу вывел, золоченую, сам сел на нее впереди и выступил. Вы знаете, это был парад, это было демонстрация великой силы. И вдруг народ внезапно обернулся, он увидел на солнце впереди сверкающий золотом фараоновую колесницу, а за ним триста колесниц, поднимающие пыль на небо. Народ увидел это и пришел в ужас страх. И они все забыли. Они все забыли. Они забыли, что как Бог дал им чудеса и утверждал их. Когда он говорил, когда они знали, а кто это, который послал тебя? Он говорит, ты покажи ему руку, вот так знамение покажи. Если не поверят, так голос одного знамения, возьми жезл, брось, покажи второе знамение. Народ поверил. Там он пошел к фараону, и он пошел к фараону, и фараону десять раз, девять раз на десятый раз он выпустил их. Это было действие руки, и тогда все израильтяне сказали фараону, да отпусти ты наконец этот народ, да мы так можем все погибнуть. И фараон отпустил. Вы понимаете, это было единодушное решение всего в царство фараона, отпусти. Мало того, даже египтяне дали им множество подарков, дали только идите скорее от нас, иначе если вы не уйдете, нас бедствия не прекратят. Потому что они были поражены в своих глазах, потому что они услышали, все газеты писали, видно, да, что и над идолами и египетскими Бог единый произвел суд. В самом царском капище, в их капище были идолы поражены, повергнуты. Идеология была повергнута, но история говорит, что там на несколько десятилетий религия эта была вообще оставлена. Пришла другая. Другая пришла во время фараона Тутанхамона. Они стали поклоняться Богу Ура, Богу Солнца. Совершенно оставили всю религию, которая была до этого, столько времени. Представляете, какое было поражение. И они, когда вышли, они увидели, это на самом деле Бог делает. Великие чудеса делает. Впереди пророк Божий, с которым Бог говорит, Моисей. Представляете, но как только они обернулись назад и увидели эту пыль, они тут же не имели основания. И они упали и возобили к Богу. А некоторые из них не стали молиться. Они восстали на Моисея и сказали, не говорили мы тебе еще в Египте, что нет гробов. Чего мы вышли сюда? Вы представляете? Но смотрите, что чудесное, сказал Моисей. Моисей, он не посмотрел ни на неверие, хотя они молились. Вот вы представьте себе Израиль, три миллиона, Кафан, Дафан, Гори, Элирон, может быть, их было там, допустим, ну, сто тысяч, да? Последователи ропчущих. Остальные, написано, они упали и возобили к Богу. Но что значила в глазах Бога молитва неверия? Там не было никакой веры. Там вера была в силу могущества фараона его колеси. Вот они. И они, ужас их охватил. Они Бога вопияли, как погибающие. И Бог стал ничтожен в их глаза, творивший десять чудес и знамений, вывившись их рукой крепко из Египта. Бог стал ничто. Вы знаете, если мы не поставим народ на слово обетование, если народ не будет стоять в этом слове, какая польза такой молитвы? Господи, спаси нас! А он уже спас. Господи, сделался нашим спасителем, а он уже давно сделался нашим спасителем. Моисей говорит народу нечто другое. Смотрите, что он говорит. Он говорит чудные слова. Но Моисей сказал народу. Три слова он сказал. Эти слова переходят из завета в завет. Эти слова остаются для нас сегодня той же истиной. Смотрите, он сказал, не бойтесь. Он распознал поражение дьявола. Потому что шлема спасения не было у народа израильского. Они думали, что спасение их не зависит от поровность не погонится, то хорошо. А если погонится, все пропало. Они не не на кроугольном камне величия славы Божьей ставили, сдержали свое спасение. Он им сказал, во-первых, не бойтесь. Во-вторых, он сказал, станьте. Смотрите. Не бойтесь. Второй он сказал, стойте. Павел говорит, станьте. Значит, естественно, эти слова два, одно с другим должен сначала. Встать надо, чтобы потом стоять надо. Никто не может стоять, не вставший на этот кроугольный камень. Он уже думает, что он стоит. Но слово здесь рядом говорит, то берегись, чтобы не упасть. Ты думаешь, ты не думаешь, что ты стоишь. Но если ты встал на слово Божие, то Боисей говорит, в данном случае, это был прообраз Христа, дорогие. Он тогда говорит, стойте, стойте, для чего стоять? Вот, что такое наше с вами усилие. Спасение не в мы и не в нас и не от наших дел. Это надо раз и навсегда выкинуть из наших проповедей. Спасение это кроугольный камень. Написано, он соделался нашим спасением. Все перенести наше спасение на него. О, как безопасно тогда наше станет спасение. Братья, если мы начнем так мыслить в сердце и так начнем проповедовать, а Дух Божий начнет подтверждать это чудесами и знамениями, вы представляете насколько изменится состояние народа. Спасение не в нас, спасение в нем. Он соделался нашим спасением. Это краеугольный камень, а нам он говорит, только вы встаньте на него и стойте и ждите этого спасения. Он никогда не будет безмолвен. Он не будет безмолвен. верующих он не будет бездействия. Аминь. Вы посмотрите, и Моисей говорит что дальше, смотрите, он говорит, стойте и увидите спасение. Увидите спасение. Иисус, когда страдал на Голгофском кресте, он увидел спасение физически, он видел, на что надеялся? Только верой увидел. Он только верой в самый последний момент, когда он уже ослабел, когда у него уже жажду, он сказал, уже несколько часов висит на солнце, вы представляете? И в этот момент вдруг, когда люди издеваются от него, говорит, смеются над ним, и в этот момент отец оставляет, отворачивается от него отец. Вы представляете? В этот момент последняя надежда его, он никогда отец не оставлял его, он никогда не огорчал отца, он всегда вырвывал в любви у Бога и у человека. Вы представляете, такое испытание, в этот момент отец отворачивается от него, но если бы он не отвернулся от своего сына, никогда бы его спасение не осуществилось на нас, грехи наши никогда бы не легли на Иисуса, но он отворачивается ради нас, он отворачивается от него, поворачивается к нам, вот куда было лицо его направлено, он повернулся к погибающим, погибающим, которые у них никакой нет надежды на спасение, потому что они уже погибали, вот такой был мир, вот такие были мы, вы представляете, он к нам оборачивается, от него отворачивается, он кричит, почему ты, отче, ты оставил меня, дьявол думал, вот в этот момент, вот в этот момент, сейчас и все совершится, он огорчится, он разочаруется в отце, он скажет что-нибудь такое дерзкое отцу, но в этом и проявилось в этот момент смирение до смерти, и смерти крестной, то есть смерти позорной, мы сегодня мало, дорогие, в это время преуспевания, в это время свободы, мы мало прорабатываем, разрабатываем гонения, которые мы пережили в свое время, что оказывается, если мы только не оденем вот эти ризы, ризы, вы знаете, отверженности, вообще такой позорности, мы не состоимся вообще как христиане, и мы об этом должны понимать и говорить, и сегодня, когда полная свобода, говорят, почему вы не регистрируетесь, почему вы сегодня не хотите как все пользоваться всеми преимуществами, которые дает вам сегодня этот мир, сегодня дает эти все, власть муще дают вас приглашают, вызывают из этого рва, этого уничижения, вызывают вас на нормальный уровень, пожалуйста, смотрите вас, заказательно поставили на этом уровне, что вы находите, искусственно себя удержать, сегодня говорят некоторые приверженцы этого пути регистрации, говорят, сегодня говорить об этом позорно, сегодня это большое невежество, вообще говорить, когда-то потеряло всякие значения, регистрация, нерегистрация, а мы говорим, стойте на этом камне, этот камень, он спасение, и нет больше ни в ком иного, если он говорит стать, это значит убрать Богу с другого основания, мы не можем стоять сразу на двух основаниях, которые нам мир предлагает, и которые Иисус предлагает, но извините, когда Иисус топтал точила, он топтал один, написано народов, самых даже добрых не было с ним, помогающих не было с ним, никого тогда не было никаких добреньких царей, никого не было с ним, он топтал точил один, один отец его укреплял, и когда он его приготовил стать армцем на этом жертвеннике, и он принес себя, тогда отец к нам отвернулся, чтобы наш грех пережить на него. Дорогие, в этом есть основа нашего шлема спасения, когда мы говорим, что спасение это он, но если мы держимся за него, если мы моделируем, представляем, что будет день злой, когда у нас захотят отнять это спасение, поссорить нас с этим камнем, порвать отношение, смотрите, но мы должны понимать, как мы сегодня слышали об этом Данииле, который сказал там из Львинов рва, это не Даниил тогда сказал, это пророческое слово было Даниила, это пророческое слово, так скажет любой, который не поступал пред Богом неправильно, и который царю не сделал никакого зла, и он говорит, Бог этот заградил пасть льва, это было слава Божия там в Данииле, вот мы сегодня, дорогие, понимаем, в чем же наше спасение, наше спасение в явлении славы Божьей, мы сегодня должны уже перестать говорить, можно нам это или нельзя, это только те говорят, рассуждают, которые говорят, праведно это или это преступно, скажите нам, как правильно жить, мы будем жить правильно, дорогие, разве можно нам строить спасение так близко от этой черты, что правильно и что преступно, мы должны перенести далеко на другую сторону, где речь идет, что правильно и что славно, и избирать славное, потому что спасение наше в явлении славы царя, вот вот если мы полюбим его, если мы изберем его, если мы не дадим променять его ни на кого, вот это его слава, а вместе с ним пойдем, куда бы он ни пошел, примем на себя все, что он перенес, тогда слава Божия является нашим обетованием, вот сегодня, дорогие, поэтому Павел говоря о том, что мы спасены сегодня, он говорит, что мы спасены в надежде, спасены сегодня, если преподаны, удерживаем, но спасены в надежде, когда он придет и явится дивным верующим, вот он тогда окончательно это спасение проявит в явлении своей славы, славы нашему Господу, И вот, дорогие, сегодня это наше учение. Сегодня мы находимся между проповедью и учением о рождении свыше и вход в Царство Небесное. Если у нас правильное рождение свыше, то процесс вход в Царство Небесное это дело роста нашего. Это не дело нашего усилия или такого промышленного труда или задачи, что если не войдешь в Царство, Христос не сказал так. Он сказал, если не родитесь свыше, то не войдете. А если вы родитесь от воды и духа, то вы не только увидите, вам принадлежит Царство Небесное. Значит, это вопрос уже не сегодня вопрос дня этого не наш вопрос. Мы сегодня не можем сказать. Вот если бы я такой был счастливый, когда я бы дождался этого дня. Это не наше дело, дорогие. Мы родились в Царстве Небесном. Главное, чтобы только учение, на котором мы стоим, которое сохраняем, было полное и неповрежденное. Вот в этом гарантия, что наше рождение от воды и духа правильное рождение. Значит, мы рожденные в Царстве Небесном, значит, мы имеем Царство Небесное, рожденные от воды и духа, и духа имеет Царство Небесное. Если он даже умрет, он и живет, написано. Переменец Христос, а потом Христовый. Но дело в том идет, что когда нас, оставшись до последнего времени, вот нас сегодня интересует, потому что по мере приближения дня онного концентрируется наше изучение этого дня, потому что здесь будет особо большое испытание. Поэтому Бог сегодня приготовил себе тело, и Он хочет это тело использовать как механизм этого пробуждения последнего времени. Ему нужны сегодня люди припоясанные истиной. через ума у которых припоясаны истиной, шлем, у которых есть спасение, которые обуты в готовность благовествовать. Вот сегодня какое нужно тело Господу, и мы должны понимать, что приготовить себя это наша обязанность и наш долг. Спасение это Иисус. Это краеугольный камень, на который мы призваны, как сегодня мы читали у Моисея, призваны встать, во-первых, не бояться ничего. Это есть шлем спасения, не бояться, потому что если только мы имеем твердую уверенность, что мы спасаемся в любых обстоятельствах, нам только нужно не бояться, не бояться, ничего не бояться, что нам надлежит претерпеть. Значит, смотрите, не бойтесь, встаньте и дальше смотрите на спасение Божие. И он дальше говорит, смотрите на спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которые вы видите, вы ныне более не увидите вовеки. Вы представляете, какое чудесное это было слово, в которое нужно было народу перестать молиться, это неугодна была молитва. Моисей прервал молитву, это один из первых примеров, когда муж Божий вмешивается в молитвенное собрание и прекращает молитву. И говорит, прекратите молиться, это молитва неверия ваша, вы полны страха, у вас в голове фараон, у вас совершенно нету представления о Боге. Прекратите молиться, народ прекратил. Он говорит, не бойтесь, он говорит, разве вы не помните, что Бог сказал и что сделал, встаньте в это обетование, смотрите, какое спасение совершили, смотрите. Весь народ взял остаток своей энергии и на самом деле стал стоять и смотреть. И Бог говорит Моисею, вы знаете, да, во-первых, ангел Господень первое, что сделал, когда народ ободрился, когда народ стал стоять в вере, смотреть на Божие спасение, ангел Господень вдруг перешел, шел впереди, он перешел и стал между фараоном и народом израильским. И фараон не мог никак найти трехмиллионный народ, который вот уже видел, слюны по следам шел этого народа, вот они колесницы, повозки, он шел по следам, вдруг потерял этот народ, туда, налево-направо, не может найти, ангел Господень стоит. А в это время Моисей творит чудеса с морем черным. Дорогие, сегодня для нас этот прообраз чудесный, сегодня для нас Бог дал эти чудесные обетования, чтобы мы воспользовались этим временем, воспользовались и ничего не боялись. Сегодня Он также нам говорит, помните, как Иисусу нам говорил, будь тверд и очень мужествен, если Он говорил это, показывает Иегову, показывает Моисея, показывает пророков Божьих, показывает Илью, который был такой мужественный, на горе кормил, один против царя, его КРБ, против института валовых пророков, против идеологии Завели, против всего народа израильского и долопоклонного, он один стоял и не боялся. Вы понимаете, все трепетали, всех трепет он заставил привести, вы представляете, своим союзом с Богом, потому что Он мог, осмелившись сказать, жив Господь, перед Которым я стою. Вы представляете, не боялся гнева царского, который сказал, нашел ты меня, враг мой. Вы представляете, такие речи, как сегодня для нас, дорогие, прообраз, что Иисус является нашим спасением, чтобы нам не убояться никогда никакого страха. Прямо представление говорит, а страха их не бойтесь. Поэтому, если вы услышите слухи о гонениях или какие-то законы изданут, или что-то такое изменится вдруг на нас, на христиан, тем более на верных, изменится вдруг угол зрения, и вдруг что-то там скажет, что, ой, болитые, когда вы вас отнимывали, там то, другое, третье, изгонят из синагог нас, друг, из этих прекрасных. Не бойтесь. Но это самое лучшее время свой сконцентрированный взгляд на этом краеугольном камне, потому что Он наше спасение. И стоять в этом, и смотреть на Него. Не мы будем себя спасать. Он будет проявляться, потому что Он, когда Он воплотился, написано, мы видели славу Его как одинородного Отца. И Он обязательно явится дивным веровавшим. Дорогие, это и есть мысль, которую я хотел поделиться с вами сегодня, которая лежит на сердце. На эту тему я проповеду на каждых собраниях. Мне уже, может, надоел говорить в своем собрании на эту тему, но она вот лежит, и другой темы нет. Другой темы нет. Как нам сегодня нужно встать, поправить светильники свои, облиться во всеоружие Божие, это есть не что иное, как учение нашего Господа Иисуса Христа, преподаванное святыми апостолами, одеться в эти всеоружие Божие. Встать и стоять, и смотреть на то, что Бог будет делать. Может быть, Он блеснет молнией. Может быть, Он начнет обрезание, которое не сделано было восьмой дне после нашего рождения. Может быть, Он что-то из рук твоих возьмет. Как помните, она идолы свои положила седлом, рыблюжей села и прикрыла. Может быть, Он пошевелит тебя. Может быть, Он отнимет твоих идолов. Но все, что не будет делать Бог, это все на благо нам. Вот в этом и надо припоясать наши чресла ума нашего и стоять в этом состоянии. И во всем познавать Его. И в этом будет наше сближение с Ним. Сблизься же с Ним. И тогда ты будешь спокоен. В этом есть наше великое упование. Давайте мы помолимся за это. За то, чтобы каждый шаг наш был шагом сближения с Ним. Аминь, или любви? О, рачит, играйся, парень.